МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С последними событиями к этому часу. Студия телеканала Север Ольга Русл. Здравствуйте в этом выпуске. Найден жив 23 мая 2021 года ушел из дома Тюрников Дмитрий Александрович, 1977 года рождения, и пропал без вести. На его поиски были брошены силы сотрудников полиции и волонтеров. Взрывные работы в районе озера Харитонова в ночь с 3 на 4 июня наделали немало шуму в буквальном и переносном смысле слова в городе Нарьенмаре и селе Тельвиска. Нарьенмар Дорремстрой приступил к плановому ремонту моста через реку Петумбой. Аварийно-восстановительные работы запланированы на три дня. В Санкт-Петербурге в рамках Международного экономического форума президент акционерного общества Лукоил Вагита Ликпиров и губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный заключили дополнительное соглашение к соглашению о сотрудничестве, которое предполагает развитие социальной сферы региона. В частности, запланирована поддержка мероприятий в сфере образования, культуры, спорта, молодежной политики, патриотического воспитания, здравоохранения. В этом году Лукоил оказывал содействие в проведении 25-х соревнований по кроссу на снегоходах Буранды и на Кубок Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации Артура Челенгарова, национальных спортивных состязаний. Продолжится реализация медико-социального проекта «Красный чум» по оказанию врачебной помощи оленеводам-кочевникам и жителям отдаленных поселков Ненецкого автономного округа. Еще одно соглашение в рамках второго рабочего дня экономического форума в Санкт-Петербурге подписали губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный и глава Ростелекома Эдуард Масиевский. Основная цель этого соглашения – прийти к тому, чтобы у нас все сервисы цифровые были ровно такие же, как в крупных мегаполисах. Плюс, чтобы цена этих услуг была ровно такая же, как в крупных городах. Поэтому мы поставили цель прийти к таким тарифам, а для этого будет появляться резервный канал, для этого мы будем отрабатывать специальные тарифы для тех, кто сегодня не может платить по тем расценам, которые есть у Ростелекома. Найден, жив. 23 мая 2021 года около 21 часу ушел из дома Тюрников Дмитрий Александрович, 1977 года рождения, уроженец города Архангельска, проживающий в Нарьинмаре. На его поиски были брошены силы сотрудников полиции и волонтеров. 3 июня 2021 года в полицию поступила информация от жителей округа о том, что гражданин Тюрников Дмитрий Александрович находится в лесном массиве, вблизи от города Нарьинмара. Сотрудниками полиции в рамках проверки оперативной информации установлено местонахождение гражданина Тюрникова Дмитрия Александровича по месту проживания в момент, когда последний пришел домой за продуктами питания и вещами. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает. Противоправных действий в отношении него не совершалось. Сотрудники полиции обращаются к гражданам. При уходе на прогулку в лес, либо в другие места, сообщайте информацию о своем местонахождении родным и близким, друзьям, во избежание несчастных случаев. Напомню, на протяжении недели сотрудники полиции, МЧС, волонтеры и жители участвовали в поисковых мероприятиях. Взрывные работы в районе озера Харитонова в ночь с 3 на 4 июня наделали немало шума в буквальном и переносном смысле слова в городе Нарьинмаре и селе Тельвиска. Те, до кого долетали грохоты взрывов, говорят, что слегка потряхивало и деревянные дома в населенных пунктах. В связи с этой нестандартной для населения ситуации поступило немало звонков от обеспокоенных жителей в региональное управление МЧС. Организация, осуществляющая ликвидацию взрывчатых веществ в окрестностях Нарьинмара, проинформировала Главное управление МЧС России по Ненецкому автономному округу о производстве взрывных работ только 4 июня. Они будут продолжены на полигоне постоянного расходного склада в районе озера Харитонова в 10 километрах от города Нарьинмара. Производственное управление акционерного общества «Геотексейсморазведка» из города Ухты информирует о том, что ликвидация взрывчатых материалов будет производиться с 20 часов 4 июня до 8 часов утра 5 июня. Взрывные работы проводятся в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. Руководителем взрывных работ по уничтожению взрывчатых материалов назначен инженер по буровзрывным работам Алмаз Замилов. Просим население сохранять спокойствие и не беспокоиться из-за звука взрывов. Нарьинмар Дорремстрой приступил к плановому ремонту моста через реку Петумбой. Аварийно-восстановительная работа запланирована на три дня. Движение по дороге Нарьинмар-Красное в дни ремонтных работ ограничили. Задействовано 6 работников и 6 единиц техники. Автокран, трал, камаз, манипулятор, водовозка и бетономешалка. Работа будет проводиться по восстановлению дорожного покрытия. То есть произошло незначительное озвучение дорожной плиты, но требует оперативного вмешательства. Планируется заменить три дорожных плиты. В связи с ремонтом дорожного полотна проезд по мосту временно ограничен. Проезд закрыт в рабочие часы с 9 утра и до 5 вечера. На выходные ограничения снимут. Проезд по дороге Нарьинмар-Красное будет также закрыт на следующей неделе 7 и 8 июня с 9 до 17 часов. Это рабочие дни понедельник и вторник. В субботу 5 июня акция по вакцинации от коронавируса без предварительной записи пройдет во взрослой поликлинике Ненецкой окружной больницы. Желающие сделать прививку медучреждения в этот день могут вакцинироваться с 9 до 13 часов в порядке живой очереди. За период с начала пандемии коронавирусом в поселке Каратайка переболели 30 человек. Из них двое заболеваний перенесли в тяжелой форме. На сегодняшний день число жителей, которые привились в этом отдаленном населенном пункте – 200 человек. 110 жителей вакцинировались спутником ВИ, остальные – эпивак короной. В основном это работники, то есть сотрудники учреждений делают прививочки, люди старшего поколения. Много у нас отсутствующих, то есть студенты, затем оленеводы у нас тоже кочующие, население отсутствует. Поэтому если брать вот так по всему населенному пункту, ну где-то более 83% у нас уже прививок. В принципе цифра неплохая, но хотелось бы еще получше, конечно. Среди членов избирательных комиссий Ниньского округа привились от коронавируса почти 30% списочного состава. В том числе и председатель окружного избиркома Иван Макаров. Показатели по стране у нас достаточно немножко другие. В регионе более высокие, чем в среднем по России. Но процесс этот мы будем продолжать с тем, чтобы 19 сентября уже избиратель мог приходить на участки, голосовать более уверенно, спокойно. Но при этом все средства индивидуальной защиты, маски, перчатки, санитайзеры, обработка, все это тоже будет применяться у нас в ходе трехдневного голосования на выборах. В эту субботу, 5 июня, с 9 до 13 часов во взрослой поликлинике Нарьенмара пройдет субботняя акция по вакцинации от COVID-19. На этой неделе акция пройдет только в одном прививочном пункте, в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Добавлю, сделать прививку можно одной из трех вакцин, которые есть в наличии в регионе. Спутник ВИ и Пивак Корона и Ковивак. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, Телеканал Север. 4 июня в столице Заполярья на стадионе «Лидер» состоялся легкоатлетический пробег, посвященный Всемирному дню отказа от курения. На старт вышли любители и все те, кто просто не мыслят свою жизнь без бега. Наталья Дуркина продолжит тему. Участники забега от мала до велика собрались на стадионе «Лидер». Сюда пришли как одиночные спортсмены, так и целые команды. Мне нравятся такие мероприятия, я сторонник здорового образа жизни, много хожу сама пешком, безумно уважаю тех людей, которые занимаются физкультурой и спортом, поэтому считаю, что это надо развивать. И не могу пройти сегодня мимо этого мероприятия. И аппарат по обеспечению уполномоченных бежит сегодня практически в полном составе. Погода хорошая, народ веселый, поэтому отчего бы в такую замечательную погоду не отпраздновать таким замечательным мероприятием. Для меня лично это возможность дополнительной тренировки. Не всегда удается попасть в спортзал или на тренировку, а участие в таких мероприятиях, можно сказать, обязательное. Но стараюсь извлекать из этого пользу. То есть где обязательно, там и положительно для самого себя. Я участвую, чтобы сделать своему организму лучше. Чтобы люди сами по себе здоровыми были, чтобы людей направить на здоровый образ жизни. И, в принципе, просто это круто как бы. Ну, во-первых, я никогда не курил, я даже не умею это делать. Поэтому сегодня я с удовольствием хочу поддержать тех, кто не курит. Не тех, кто курит, а бросает, а тех, кто вообще не курит. А в честь дня не курения я еще сегодня утром проплыл один километр в бассейне. Так что вот молодцы, кто пришли, это здорово. Перед забегом разминка. Хореограф команды «Лубенс Фэмили» Татьяна Лупандина под зажигательные ритмы музыки разогрела участников акции. После – долгожданный старт. Давайте! Раз, два, три, поехали! Взор всех зрителей и участников был устремлен на необычного спортсмена. Сергей Махин бежал вместе со своей маленькой дочкой. А случайно оказались. Хотели в баскетбол поиграть, колес не оказалось. Ну вот, так. Все побежали, и мы побежали. Преодолев один круг, участникам предлагаются различные спортивные площадки. На время необходимо подтянуться, отжаться, стойка в планке и многое другое. Это такое массовое мероприятие у нас спортивное. Мы пропагандируем здоровый образ жизни. Сегодня у нас здесь собираются жители округа, которые принимают именно участие в здоровом образе жизни. Здесь у нас планируется собрать порядка 150 человек. Будут проходить массовый забег, а также спортивные тренировки для участников. В холле стадиона лидер «Островок здоровья». Здесь каждый мог проверить кровь на наличие показателей сахара и холестерина, а также получить полную информацию о пользе отказа от курения. Измеряем артериальное давление. Также могут все желающие курящие измерить содержание угарного газа. Выдыхаем в воздухе при помощи смокелайзера. Впрочем, предлагаем измерить силу кисти рук на динамометре. Ну и также у нас имеются очки симулятора алкогольного опьянения. То есть они показывают, насколько опасно садиться за руль в нетрезвом виде. Также у нас есть макеты последствий курения и модель полустирта курильщика представлена. Особенно она интересна детишкам. Добавлю, в регионе акция «Забег против курения» проводится с 2016 года. Наталья Дуркина, Антон Вдарьков, Телеканал «Север». Мотосезон в Наринмаре считать открытым. Государственная автоинспекция провела акцию безопасности дорожного движения. Сбавь скорость, сохрани жизнь. Участие в мероприятии приняли более дюжины мотоциклистов. В организованной колонне с соблюдением всех мер безопасности и правил дорожного движения они проехали по Наринмару и поселку Искателей. Подробности далее. Характерный звук двигателей. На площадке окружного ГИБДД собираются байкеры. День будний, поэтому любителей скорости не так уж и много. Анатолий Герой решил принять участие в акции. Он считает, что безопасности на городских дорогах необходимо уделять еще больше внимания. Его байкерский стаж всего 4 года. Купить и освоить мотоцикл мечтал с детства. Это была детская мечта, но исполнилась только уже в зрелом возрасте, когда я знал, чего хочу, какой мотоцикл хочу. Вы сами видите, что за техника. Это не детский мопед, это серьезный аппарат. Для серьезных людей, наверное, если так можно сказать. Не хватает погоды прежде всего, потому что сами знаете, в каком климатическом условии мы живем. И немножечко не хватает на дороге лично нам понимания со стороны водителей автомобилей. Мы сами все автомобилисты, сами знаем, как ездить. Но побольше бы понимания. Владимир Пуляев приехал на пробег на своем спортивном квадроцикле. Говорит, что в Нарьинмаре остро не хватает трассы для проведения спортивных тренировок. Если заниматься и кататься, то надо на специализированных трассах, чтобы в экипировке было, чтобы было меньше травм, и кто-то следил на трассе. А так, где-то если в лесу кататься, можно один поехать, разложиться, и никто не знает, где катался ты, и долго искать. А на трассе-то все равно под присмотром хоть каким-то там. Специально для решения таких проблем в округе была создана Федерация мотоспорта. Пока она совсем небольшая. Активисты решают организационные вопросы. Ее президент Алексей Михеев тоже участник сегодняшней акции. Он приехал на своем кросс-эндуро. Я думаю, они очень нужны, как минимум, сплочить мотосообщество. Все равно как-то обезопасить всех, чтобы привнести безопасность движения, объяснить, что на такой технике можно ездить, на такой нельзя, чтобы объяснить, что все были в экипировке, в шлеме, с правами, и нарушали правила. Перед стартом короткий инструктаж. Участники мотопробега едут со всеми соблюдениями правил дорожного движения. Обязательное условие – мотошлем и экипировка. Скорость у нас не более 50 км в час. Значит, не лихачим. При движении на транспортном средстве, у кого оборудованы, значит, фарми, должны быть внешние световые приборы включены. Акция «Сбавь скорость, сохрани жизнь» приурочена ко дню защиты детей. И это не случайно. По статистике, именно несовершеннолетние чаще всего становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий с участием двухколесной техники. Очень много случаев, когда несовершеннолетние даже попадают в дорожное происшествие на двухколесном транспорте. И хотелось бы обратиться к родителям, чтобы не передавали управление несовершеннолетним. Потому что для управления данного транспорта нужны навыки. И для этого обучаются в автошколах. Участники акции «Сбавь скорость, сохрани жизнь» организованной мотоколонной проехали от здания ГИБДД, расположенного в поселке Искателей, до Нарьинмарского морского порта. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Ненецком округе уже шестой год подряд реализуется проект «Культурные каникулы». В его программу входят образовательные мероприятия, направленные на организацию активного досуга детей в летний период. Подробности в сюжете Василия Хатанзийского. Под звонки, смехи и с веселыми танцами на площади поселка Искателей прошел детский праздник «Улыбнись, планета!» в объективе лета, посвященный Международному дню защиты детей. Сегодня у нас проходит большой детский праздник, в котором мы открываем региональную акцию «Культурные каникулы». Клуб «Созвездие» является постоянным участником данной акции. И у нас проходит очень много разных мероприятий, мастер-классы, игровые программы. Мы стараемся делать очень интересными, интерактивными, чтобы детям было интереснее. Поэтому ребята с удовольствием посещают данные мероприятия. Помимо концертной и игровой программы, на протяжении всего праздника детей развлекали аниматоры. А также работали патриотические, спортивно-игровые и творческие площадки. Воспитанники Искательского детского сада активно принимают участие в проекте. Ребята хорошо посещают все мастер-классы и участвуют в творческих конкурсах. Мы сегодня с нашими воспитанниками празднуем День защиты детей. В рамках регионального проекта «Культурные каникулы» мы активно взаимодействуем с Домом культуры «Созвездие», посещаем различные мероприятия, мастер-классы и вот сегодня с радостью принимаем участие. Проект «За шесть лет существования» обрел популярность среди молодого поколения Неницкого округа. Дети активно посещают все мероприятия, тем самым повышая свой творческий уровень развития. Это вам нравится сегодняшний праздник? Да, очень классно, очень нравится. Вот хотим на аквагрим сходить, чтобы нам носевали что-нибудь. Мастер-классы участвовали? Бывало в детстве. В рамках акции «Культурные каникулы» Дворец культуры Арктика проведет мастер-классы по созданию мультфильмов и фотографий, проведет интерактивную выставку техники МЧС и покажет мультфильмы. А в этнокультурном центре Неницкого округа пройдут веселые посиделки, национальные турниры, интерактивы по изготовлению кукол и познавательные игровые программы. Это региональный проект «Культурные каникулы», который мы внедрили в округе в 2016 году. Этот проект поддержали все учреждения культуры. И вот на сегодняшний день, в летний период времени, мы активно реализуем этот проект во всех муниципальных образованиях. Идейный вдохновитель и первый куратор мероприятий проекта Елена Вергунова, директор этнокультурного центра. Культурные каникулы продолжают свою социально значимую работу. В поселке Искателей пройдут спортивные акции, уроки по вокалу, хореографии и актерскому мастерству. Все это доступно для нашего подрастающего поколения. На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами на Севере. До встречи.